Новости в студии Ксении Чупенко. Главное к этому часу. Москва сегодня отмечает день рождения. Столице исполняется 869 лет. В городе открылись около 200 развлекательных площадок. Главные торжества прошли на Красной площади. Там устроили грандиозные парады и концерт звезд российской эстрады. На трибунах присутствовали Владимир Путин и Дмитрий Медведев, а также мэр Москвы Сергей Собянин. С городских улиц репортаж Сергея Сыркина. Юным артистом он спел эту песню в вестибюле метро «Университет». Спустя полвека уже именитый режиссер вновь признается в любви столице России и столице отечественного кино. А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. За годы, что существует кинокамера, о Москве сняли столько, сколько мало о каком городе мира. Москва, я люблю тебя, признавались комедиями, мелодрамами и даже боевиками. Режиссеры российские и зарубежные. Вспоминая кадры и песни из самых знаменитых лент, на Красной площади вспоминали и историю столицы. От героев былых времен не осталось порой имен. Древнюю историю столицы, начало этой почти семивековой истории, вспомнил лишь коренной петербуржец. С днем рождения Москвы президент поздравил не московичей, а всех россиян. Всего за два века после своего основания, как небольшого княжества, Москва превратилась в державную столицу, сплотившую вокруг нее колоссальные территории. С тех пор Россия и Москва понятия неразделимые. Все мы чувствуем это коренное единство. Оно утверждалось на протяжении столетий через преодоление тяжелейших испытаний и достижений через блестящие победы. В этот день Москва каждого своего жителя и гостя встречает, как настоящую кинозвезду. На Красной площади развернули красную ковровую дорожку. Выйдя отсюда на Тверскую, так и вовсе можно ощутить себя на съемочной площадке в кадре у кинооператора. Настоящие наряды из фильмов, реконструкции знаменитых сцен, как никогда, идут Тверской. После реконструкции улица, кажется, снова может стать фоном для исторического фильма. Эпоха Советского Союза в фильмах, вот это очень знаменательно. И стиляги, и джазы, просто прекрасно. Праздничные салюты этим вечером озарят небо над каждым районом столицы. Но это не финальные титры. Продолжение последует. Завтра в праздник будет шагать по Москве все выходные. Сергей Сыркин, Анатолий Чернобривец, Александр Белозеров, Владислав Дубовицкий, Валерий Егоров, Иван Кужельков и Юлия Юмашева. Телекомпания НТВ. Москва. Москвичи на День города получили большой подарок. В столице открыли Московское Центральное Кольцо. Это наземное метро, которое опоясывает весь мегаполис. Сегодня свои двери распахнули больше 20 станций. Остальные заработают до конца года. Первым пассажиром 14-й линии подземки стал Владимир Путин. О прошлом и будущем Московской Кольцевой. Иван Трушкин. Пресненский суд Москвы сегодня вынес меру пресечения. Дмитрию Захарченко, высокопоставленного сотрудника МВД, арестовали до 8 ноября. Его под... В Женеве завершились переговоры Сергея Лаврова и Джона Керри. Дипломаты совещались в 14 часов и заключили важное соглашение. Оно позволяет надеяться на мирное урегулирование сирийского кризиса. Об итогах встречи в Швейцарии Лиза Герсон. Невероятный инцидент произошел на автомобильной парковке в штате Техас. Водитель не справился с управлением. Машина пробила ограждение. Вылетела с девятого этажа, но зацепилась за провода и повисла в воздухе. Владелец легковушки проявил чудеса ловкости и выбрался через окно. Прибывшие на место происшествия пожарные с помощью тросов спустили автомобиль вниз. Никто не пострадал. По предварительным данным, водитель мог перепутать с педалей газа и тормоза. В Санкт-Петербурге стартовал Кубок мира по танцам на колясках. Сложные па будут выдавать спортсмены с инвалидностью. Соперниками нашей сборной станут команды из Белоруссии, Казахстана, Австрии, Кореи и других стран. На тренировки побывал Николай Булкин. В Канаде прошла мировая премьера российского фильма «Дуэлянт». Его показали в рамках международного кинофестиваля в Торонто. Это режиссер ленты Алексей Мизгирев. Главной роли исполнили Петр Федоров и Владимир Машков. Картина заинтересовала иностранных экспертов необычным сюжетом и жанром. По словам создателей, это одновременно историческая драма, приключения и мистический триллер. События происходят в 19 веке. Русский офицер переживает предательство, ложные обвинения, каторгу и кардинально меняет свою жизнь. Герой начинает участвовать в чужих дуэлях и за деньги только с одной целью – отомстить своим обидчикам. Дуэль – это была кульминация. На Крымском валу Москвы сегодня открылся внутренний дворик Третьяковской галереи. Долгое время он был на реконструкции. Пространство стало современным и комфортным. К этому часу у меня все. Больше новостей на нашем сайте. Я Ксения Чепенко. Благодарю вас за внимание. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok